Четвертый том книги «Открытым оком», вопрос номер 1244. Говоря о закрытости ваших богослужений для посторонних, вы с удовлетворением подчеркнули, что за все эти годы у вас не было ни одного случая воровства. А разве подозрительность к людям не грех? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Книга о премудрости Иисуса, сына Сирахова, 11 глава, 29 стих. «Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у коварного». Книга Сираха, 8 глава, 21 стих. «При чужом не делай тайного, ибо не знаешь, что он сделает». Книга Сираха, 11 глава, 34 стих. «Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих». Мы живем в стране безбожия, где страх Божий совершенно забыт. А где нет страха Божия, там царствуют все преступления и особенно воровство. Как пелось в песне «Все вокруг колхозное, все вокруг мое». Статистика показывает, какой процент людей официально был пойман на воровстве. Пока люди на свободе, за всеми не усмотришь. Ну вот они спрятаны за колючую проволоку, а здесь все на полном учете. Примерная статистика среди военнопленных в Первую мировую войну показывала у русских 1% и все выше и выше европейских наций. Советская власть хорошо потрудилась, чтобы сделать человека бесстрашным, наглым, бесстыжим, и уже во Второй мировой войне количество воров среди русских военнопленных было более 90%. Как пишет Расул Гамзатов в своем стихотворении «Как гора на горе, так вор на воре». И не надо быть подозрительным, просто надо здраво смотреть на этот мир, ибо мы живем в стране воров и взяточников. Всюду и везде об этом непрерывно сообщают. Милиция, депутаты, министры, судьи, преподаватели университетов, империя лжи, зла и воровства. В церкви воруют постоянно. Господь этих людей называет волками. Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Евангелие от Матфея, 10 глава, 17 стих. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас». Послание к римлянам, 16 глава, 17 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. До тех пор, пока богослужение идет у нас на церковнославянском непонятном языке, посторонним людям вообще делать в церкви нечего, они там ничего не поймут. Первоапостольская церковь строилась исключительно по принципу подозрительности, как бы кто чужой не проник в их среду, и люди мира сего это понимали. «И так, как сегодня запросто к христианам не приходили». Книга Деяний, апостольских, 5 глава, 13 стих. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Когда Саввел был обращен к Христу, то церковь ни под каким видом не допускала его в свою среду, продолжая опасаться его. «Мы в нашей общине это можем выполнить по отношению к любому человеку, который вызывает подозрения, потому что мы приверженцы первоапостольской чистоты. Пусть это выполнят сегодня в каком-нибудь храме патриархии. У них проходной двор, заходит любой, и особенно преступники». Книга Деяний, апостольских, 9 глава, с 25 по 27 стих. «Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Саввел прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса». Без ходатайства за себя Саввел не мог пристать присоединиться к Церкви Христовой, ибо его все боялись. Так и мы боимся, и нам не стыдно это сказать. В свой дом вы же не вводите любого с улицы, а мы к тому же молимся в частном доме, и нам это легко выполнить. При каждом богослужении мы запираем ворота, и во дворе один часовой. И нам так хорошо, и мы как единая семья. Но если кто-то пожелает прийти к нам, то у него должен быть обязательно кто-либо поручителем из членов нашей общины, который сходит к нему на работу, домой, поможет ему одеться по церковному. И человек обязательно должен быть с паспортом. У нас бывают и корреспонденты, и телевидение, и представители власти, и милиция, и прокуратура, и мы их приглашаем сами, тех, кого знаем. Бывают студенты университета целыми группами, приезжие из других городов и государств. Нужно быть мудрым и, доверяясь Господу, хорошо охранять веренное им. Даже райские обители поставлен был охранять Херувим. Книга Бытие, 3 глава, 24 стих. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. И в раю у Адама была обязанность. Книга Бытие, 2 глава, 15 стих. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Не будет охраны и запоров только в Царстве Небесном, когда Судья Вселенной заключит всех воров в вечную темницу. Книга Откровения, 21 глава, 25 стих. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. А кто живет полорота, где ситуация полностью неуправляема и бесконтрольна, там и нет ничего, просто мутный поток и рязи стекает, как в Клааку. В израильском народе при храме была стража денно и ночь на целые столетия. И на это было прямое повеление Божье. Книга Числа, 3 глава, 28 стих. По счету всех мужеского пола от одного месяца и выше 8600, которые охраняли святилище. Вот первая Вохра при святилище. И с ней шутить никому не дозволялось. И всякий нарушитель убивался на месте без всякого суда. Четвертая книга Царств, 11 глава, с 8 по 10 стихи. «И окружите царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. И кто вошел бы в ряды, тот да будет умершлен. И будьте при царе, когда он выходит и когда входит. И сделали сотники все, что приказал Иодай священник. И взяли каждый людей своих, и приходящих в субботу, и отходящих в субботу. И пришли к Иодаю священнику. И раздал священник сотникам копья и щиты царя Давида, которые были в доме Господнем». «И так всегда под звуки похоронны, все новые везут сюда гробы. И вырастают холмики надгробные, как осенью дождливые грибы. Нам горизонт затянут смерть и туч, наш горизонт затянут смерть и тучами, напоминая каждый день живым, что надо в отношениях быть лучшими. Земной наш путь, увы, неповторим. Но человек в душевном огрубении сгустит над жизнью ближних зло и тьму. Вот потом несет цветы на погребение и говорит «Мир праху твоему». Здесь все молчат, свершив переселение, иначе бы, возвысив голос свой, они б сказали многим в обвинение «Вы опоздали, люди, с добротой». «Миритесь с Богом, — говорит Писание, — и злого не желайте никому, чтоб для живых звучало пожелание сердечное «Мир дому твоему». Субтитры создавал DimaTorzok